Приветствую, друзья, на канале CryptoLords. Рад вас снова видеть. Сегодня мы с вами продолжаем проводить обзоры наиболее актуальных и перспективных ICO-проектов. И остановимся на одном из них, поговорим поподробнее. Сегодня речь пойдет о проекте Lexit. Итак, начнем мы обзор проекта, как и обычно, в сведении в суть проекта, поговорив о самой идее и о том, что данная идея предлагает потенциальным инвесторам проекта. Также хочу отметить, что это будет первая часть видео. Всего видео будет две части. Во второй части будет более подробная информация. Lexit представляет из себя первый онлайн рынок, который позволяет предпринимателям торговать авторскими правами, кодом или даже продавать стартапы. Lexit упрощает слияние и поглощение с помощью модели токенизации на основе блокчейн-технологий и децентрализации услуг оценки. Продажа или покупка технических активов в Lexit происходит так же просто, как покупка автомобиля или недвижимости. Решение Lexit позволяет завершить процесс M&A в 4 раза быстрее и примерно в четверть сократить традиционные затраты. Итак, говоря немного более простым языком и резюмируя вышесказанное, хочется выделить основную мысль идеи проекта Lexit. Проект предлагает нам определенную платформу для торговли различными товарами и услугами. Идея проекта не является новой, подобные проекты уже появлялись, но особого успеха им не достичь не удавалось. Но я уверен, что проект Lexit способен стать именно тем проектом, который способен занять лидирующую позицию в этой сфере и стать для рынка флагманом, предлагающим максимально привлекательную платформу, которой будут пользоваться люди по всему миру. Проведение распродажи токенов – это основной вопрос, интересующий большинство инвесторов. Поэтому постараюсь в своей статье сейчас кратко в моем обзоре описать ICO. На момент написания обзора проходит распродажа токенов Lexit, результатом которой уже является успехом собранный софткап, как вы можете видеть на экране, который составляет, если верить данным, 2000 эфириумов. Хардкап проект составляет 30 тысяч эфириумов. Как можно видеть, собрано уже где-то в два раза больше софткапа, я думаю, примерно 9 тысяч эфириумов. И до основного этапа еще остается 39 дней. Это очень хороший результат. Для того, чтобы приступить к приобретению токенов, прежде необходимо пройти регистрацию на сайте, чтобы получить доступ к личному кабинету. Как видите, у меня уже здесь я зашел в личный кабинет свой, в котором будут производиться все операции по инвестированию в проект. После того, как вы пройдете регистрацию, перед вами откроется дашборд, вот он. И там вы сможете купить токены. На прохождение одной лишь регистрации недостаточно. Чтобы иметь возможность приобретения токенов, будет необходимо подтвердить свою личность, как в принципе и в любом другом проекте. Только после этого вы сможете приобрести токены. Распродажа токенов проходит в несколько этапов. Первые два этапа уже успешно завершились на момент написания обзора. Сейчас проходит третий этап распродажи, на котором представляется дополнительный бонус в размере 25%. Данное предложение будет ограничено. О, прошу прощения, сейчас идет четвертый этап. И двадцатипроцентный, все верно. Вот. Команда. На этом я закончу свой обзор. Мы только с вами пробежимся по сайту. Посмотрим. Как вы видите, Алексей – первый рынок IP и целых компаний. Позволяет бизнесменам торговать интеллектуальной собственностью, авторскими правами и технологиями неактивных проектов и даже продавать целые стартапы. Как я уже сказал выше, стокенизация на основе блокчейна, проведение оценки и подбора беспосредников позволяют сделать процесс слияния и поглощения таким же простым, как продажа машины или недвижимость. Проект обещает революционизировать слияние и поглощения. Что ж, посмотрим. Партнеры, как можно видеть, огромные, сильные. Поддержка, есть средства массовой информации. Проект крупный, сильный. Если вы можете спросить, зачем нужно по токенизации и прочесть некоторую техническую документацию. Все ссылки, разумеется, будут в описании. У проекта уже есть готовый продукт. А в следующем обзоре проекта мы поговорим о команде проекта. В первую очередь. И закончим обзором технической документации проекта. Я благодарю вас за внимание. Друзья, оставайтесь на канале. Пока.